Добрый вечер! В прямом эфире новости. В студии работает Кира Канниболоцкая. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. И коротко о главном. Made in Kazakhstan. В стране вводят дополнительные меры поддержки отечественных товаропроизводителей. Какие именно, рассказали на заседании правительства. Под снос. В Шемкенте прокуроры выявили более 2000 самовольно занятых участков. Туган-Кала в Хромтау. Успешно действует социальный проект по благоустройству города, в котором могут участвовать рядовые жители. Покажем это и многое другое. Уже через несколько секунд. И обо всем по порядку. В Казахстане запустят 180 предприятий на 1 трлн 300 млрд тенге. В их числе заводу по производству керамической плитки и компонентов для грузовых авто и железнодорожных вагонов. Об этом заявил министр промышленности Канад Шарлопаев на заседании правительства. Основная цель проектов – импортозамещение. Этому вопросу в стране уделяет все больше внимания. И речь не только о наращивании доли производства отечественных товаров, но также работы услуг. Взамен государство предлагает дополнительные меры поддержки и защиты от импортеров. Подробнее в следующем материале. Развивать экономику страны через поддержку отечественных товаропроизводителей такой политики придерживаются ведущие мировые державы – Китай, Америка и страны ЕС. Следовать их примеру намерен и Казахстан. В своем послании глава государства поручил в течение трех лет обеспечить 60-процентную долю местных товаров и услуг в закупках недропользователей, квази- и госсекторов. И уже есть первые успехи. За шесть месяцев этого года обрабатывающая промышленность выросла на 5%. Почти на полтриллиона тенге снижен уровень импорта. В целях поддержки отечественных производителей путем установления приоритетного права утверждены перечни по четырем тысячам видов товаров, работ и услуг. На сегодняшний день сумма заключенных договоров по приоритетному праву увеличилась в полтора раза и составила 106 миллиардов тенге. Вместе с тем внедрён контроль за использованием товаров местного производства при строительстве объектов за счёт госбюджета, а также обязанность недропользователей заключать договоры на закуп работы и услуг у местных поставщиков. Взамен они получают долгосрочные контракты, льготные цены и другие меры поддержки от государства. Внесены изменения в закупки, которые предусматривают обязательный аванс в размере 30%. Освобождение от всех видов обеспечений, снижение неустойки с 10% до 3%. Закуп товаров, являющихся предметом офтей контрактов. Способом из одного источника в закупках квази-государственного сектора. В конечном итоге все эти меры должны отразиться на жизни каждого казахстанца. Товары и услуги станут доступнее, а их качество будет подкреплено местными сертификатами. Импортозамещение намерены постепенно внедрить во все сферы экономики. К примеру, четверть медпрепаратов для лечения наиболее распространённых заболеваний уже производится в Казахстане. За полгода этот показатель вырос на 15%. По итогам шести месяцев поставлено 196 видов лекарственных средств на сумму 29,5 миллиардов тенге. Заключены 94 долгосрочных договора с 35 отечественными производителями по поставке порядка 4000 фармацевтических продуктов. Планируется поэтапный выход на объёмы, установленные долгосрочными договорами, заключёнными в течение следующих трёх лет. При этом все отечественные производители будут внедрены в единый реестр. Он также будет включать в себя данные о видах деятельности, наименовании товаров, количестве работников и объёмах производства. Затем включённые в список предприятия получат доступ к мерам гостимулирования и закупочным платформам. Очень важно, чтобы в реестр вошли только реальные предприятия, выпускающие продукцию, обладающие производственными мощностями, имеющие планы и перспективы развития. При этом к ним будут предъявляться встречные обязательства по модернизации производства, повышению производительности труда и конкурентоспособности, росту заработной платы. Мониторинг деятельности предприятий будет осуществляться на основе цифрового скрининга. Это должно поспособствовать созданию чётких и честных правил ведения бизнеса и сэкономить государственные ресурсы. Алина Бржанова, Айдос Медельбеков, Хабар. В области Улытау ранее осуждённому за получение взятки экс-чиновнику добавили к сроку ещё полгода. Суд признал руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела виновным ещё и в хищении 2 миллионов тенге. Теперь он проведёт за решёткой 6,5 лет. Как уточнили в Антикоре, бывший чиновник незаконно перечислил бюджетные деньги за невыполненные работы по изданию сборников и статей учёных. Ему также пожизненно запретили занимать должности на госслужбе. А на севере страны растёт число жертв интернет-мошенников. В сравнении с прошлым годом их стало больше на 11%. Это порядка 500 граждан. Если в 2023 году киберпреступники обогатились за счёт доверчивых казахстанцев почти на миллиард тенге, то в этом году за 7 месяцев общая сумма нанесённого ущерба североказахстанцам достигла полмиллиарда тенге. По статистике, в основном жертвами становятся женщины в возрасте от 25 до 60 лет. Чаще всего киберпреступники используют схемы звонков из банков и салонов сотовой связи. Иногда интернет-мошенники соединяют две схемы, чтобы была логическая цепочка. То есть они изначально представляют сотрудниками сотовой связи. И после того, как жертва продиктовала четырёхзначный код, указанный в смс-сообщении, буквально через некоторое время, может быть, 2-3 часа, перезванивает уже лжесотрудник банка и говорит о том, что вы передали код четырёхзначный, на вас пытаются оформить кредит. В селе Батыр Мангостаусской области бродячие собаки загрызли 26 породистых коз и 14 козлят. Руководитель хозяйства занималась реализацией козьего молока и приобрела животных в кредит по льготным процентам. Ежемесячно она выплачивает больше 100 тысяч тенге. Теперь терпит убытки и надеется на помощь властей. Предпринимательницы уже предложили участвовать в другом пилотном проекте. Что касается бродячих собак, то только за последние два месяца в Монайлинском районе отловили 200 животных. С начала года стерилизовали 7 тысяч собак и кошек. Специалисты проводят отлов и кастрацию бродячих собак вокруг этого хозяйства. Для поддержки фермеров в области действует программа «Бер-Аул-Бер-Рюнем». Сумма гранта до 5 миллионов тенге. Мы постараемся поддержать хозяйство через этот финансовый инструмент. В Шымкенте выявили более 2 тысяч самовольно занятых участков. Тотальную проверку провела прокуратура. Особое внимание проверяющего органа привлекли территории, на которых успели возвести дома или открыть бизнес без разрешительных документов. 13 объектов будут принудительно сносить. Эти строения, включая торговые точки, автомойку и несколько гостиниц, были возведены с нарушением градостроительных норм и без согласования. Однако для сноса незаконно построенного объекта могут понадобиться годы, отмечают специалисты. Как, например, с кофейней по улице Мамышулэ. Потребовалось больше трех лет, чтобы добиться сноса. В июне и июле мы слисли четыре здания. Три из них были полностью разрушены. Еще одно на стадии сноса. Одно из зданий было построено на частном жилом участке, расположенном вдоль дороги. Был случай, когда построили на участке, который предназначался под благоустройство. К новостям из Акорды. Более трех с половиной миллиардов тенге. С начала года направил Казадамбром на социальное развитие региона, включая помощь пострадавшим от паводков. Об этом главе государства сообщил председатель правления нацкомпании. Миржан Юсупа проинформировал о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны, а также о планах по дальнейшему расширению портфеля геолого-разведочных активов Казадамброма. По его словам, за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11,8 тысяч тонн соответственно. Касым Жумар-Тукаев поручил продолжить работу в данном направлении. Глава государства был также проинформирован о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны. Результатом работы в данном направлении стал прирост запасов компании за счет участка номер 3 месторождения Инкай. Объем данного прироста оценивается в 83 тысячи тонн урана. Также я доложился о проводимой работе и намеченных планах, которые направлены на социальное развитие и поддержку регионов, где наша компания осуществляет свою операционную деятельность. В столице в этом году построят больше 20 новых школ и 6 студенческих общежитий, доложил президент Уаким Астаны. По словам Джениса Хасымбека, решается и проблема дольщиков. Ключи от квартир уже получили 15,5 тысяч семей. Оставшимся 500 вручат до конца года. Кроме того, в городе планируется благоустроить 170 дворовых и общественных пространств. Это парки, скверы и бульвары. Что касается подготовки к отопительному сезону, то планируется ввести в эксплуатацию в первую очередь газовой тепловой станции Тельмана, в вторую очередь газовой тепловой станции Туран и угольную часть ТЭЦ-3. В завершение Касымжумар-Тукаев поставил ряд задач по социально-экономическому развитию и благоустройству города, а также подготовке к пятым всемирным играм кочевников. По всем показателям город показывает положительную динамику. В частности, один из основных показателей – это привлечение инвестиций. Темпы роста составляют 13%. Это одни из самых высоких темпов по стране. Такие же показатели по всем другим направлениям. Кроме того, доложился о подготовке к новому учебному году. В этом году планируется завершить строительство более 20 новых школ, подготовка к отопительному сезону, а также к крупным международным мероприятиям, таким как, например, Всемирные игры кочевников. До конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 37 населенных пунктов Жамбылской области. Об этом доложил президент Аким региона. Кроме того, по словам Ербулата Карашукеева, будет решена проблема дефицита ученических мест в школах. До начала следующего года откроют двери 19 новых школ. Касым Жумар-Тукаев был также проинформирован о строительстве 26 объектов здравоохранения. В этом году планируется приобрести 452 единицы медоборудования и 38 санитарных автомобилей. Глава региона отметил динамику роста экономики, в частности, в сферах строительства, связи транспорта и сельского хозяйства. В основной капитал привлечено порядка 200 миллиардов тенге. Инвестиционный портфель региона до 2027 года включает 70 проектов на 2,5 триллиона тенге, что позволит создать около 6,5 тысяч рабочих мест. Стабильный рост наблюдается и в сельском хозяйстве, одном из приоритетных отраслей экономики области. Наши аграрии уже приступили к уборке вырожая. Прогнозный объем валового сбора основных культур ожидается на уровне 2,1 миллиона тонн. Воду из горной реки до сих пор используют жители села Каратуха на Алматинской области. Водопровод там начали прокладывать еще 10 лет назад, однако работы так и не завершили. За это недобросовестный подрядчик привлечен к уголовной ответственности. До конца года местные власти обещают решить проблему. Уже построили две емкости вместительностью 300 кубов и водонасосную станцию. На строительство водопровода выделили около 400 миллионов тенге. Из 5000 километров водопроводных сетей Алматинской области половина требует замены. В селе не было водопровода. Мы пили речную воду из Баинкола. Радуемся, что теперь не придется таскать воду издалека. Общая протяженность водопровода 5,5 километров. Успели проложить больше 4 километров наружных сетей. Планируем установить 49 колодцев и 26 пожарных гидрантов. Жители Хромтау в Актюбинской области активно участвуют в социальном проекте Тухан-Кала и вносят свои предложения по благоустройству родного города. В результате там появились новые детские спортивные площадки, малые архитектурные формы, а на домах – муралы. Подробности у нашего корреспондента. Проект Тухан-Кала реализует в городе Хромтау третий год. Его финансируют градообразующие предприятия. А варианты благоустройства предлагают сами жители. Ежегодно на эти цели выделяют 100 миллионов тенге. Уже воплотили в жизнь 30 проектов. Уникальность нашего проекта в том, что любой житель нашего города может выбрать, где и какой объект должен появиться. То есть это мы говорим о социальном бюджетировании. Бюджет у нас каждый год увеличивается. Первоначально на один проект выделялось 5 миллионов, то в этом году уже выделяется 12 миллионов на один проект. Жительница города Бутагос Жусупова – одна из активных участниц проекта. Девушка считает, что в городе недостаточно игровых и спортивных зон для детей. По ее инициативе уже установили две детские площадки. Я сначала начинала неуверенно, потому что это проектирование, это считать, сколько это все стоит. Но после первого проекта, и это было уже с помощью работников проектного центра, я благодаря им поняла, как, что, где, как работать. И в этом году это мой второй проект. Студент Нурдауледжей Лаубай живет в новом микрорайоне. Там нужны скверы и аллеи. Он разработал план обустройства одной из таких зон стоимостью около 12 миллионов тенге. Идею поддержали жители. Проект должен набрать большое количество голосов. Это обязательное условие для его реализации. В ближайшее время на участке начнут работу. В этом году я предложил два проекта. Для реализации одного из них не хватило голосов. Это проект по украшению города гирляндами. На будущее есть еще несколько идей. Считаю, что могу внести вклад в благоустройство родного города. В этом году в Храм Тау реализуют 8 идей по благоустройству территории. Жители также могут предлагать задумки по проведению культурных мероприятий. Однако бюджет таких фестивалей, конкурсов или спортивных событий не должен превышать 4 миллионов тенге. Наталья Салькова, Айбек Даутов, Октюбинская область, Хабар. Продолжаем выпуск. В Талдыкургане прошли публичные слушания по вопросу строительства АЭС. По словам специалистов, в области ЖИТСУ ежегодно увеличивается объем потребляемой электроэнергии. В частности, в прошлом году этот показатель был на 15% больше, чем в предыдущем. Чтобы избежать дефицита энергии, необходимы энергетические объекты. Электроэнергия нужна во многих сферах жизни. Без нее не работает техника, не будет связи. Даже автомобили сейчас постепенно переводят с бензина на электричество. Для развития производства и обеспечения нужд населения необходима электроэнергия. А значит, мы должны думать о новых ее источниках. При строительстве АЭС важно изучить мировой опыт, считают отечественные и зарубежные эксперты. По их словам, сейчас рассматриваются водоводяные ядерные реакторы. За годы эксплуатации в других странах эти реакторы показали себя максимально безопасными. К примеру, на протяжении десятилетий существенная доля электроэнергии, производимой в Испании, приходится на ядерную энергию. Всего в этой стране действует 7 атомных реакторов. По словам зарубежных специалистов, они вносят вклад в производство электроэнергии без ущерба окружающей среде. Кроме того, современные реакторы третьего и четвертого поколения оснащены многоуровневыми системами защиты. Среди преимуществ АЭС-эксперты также называют такие факторы, как постоянная генерация тока и практически нулевые выбросы углекислого газа. Поэтому атомная энергетика может стать важной частью стратегии по борьбе с изменением климата. За тот период, вот с 70-х, 60-х, 70-х годов, такого типа реактора начали разрабатывать. До сегодняшнего дня они технологически дошли до своего пика. За весь этот период, такого типа реактора, водоводственного реактора, не было никакого инцидента, аварийного инцидента. Нынешние реакторы, они способны выдержать 8-9-балльное землетрясение, цунами. Радиационный фон, как все боятся, радиационный фон, он не превышает предельно допустимой нормы. АЭС не выделяет вокруг себя парниковые газы и обеспечивает страну энергии на постоянной основе. Что касается топливного цикла, то он состоит из трёх стадий. На первом этапе Испания импортирует природный уран. Здесь обогащают и готовят ядерное топливо. У нас есть урановые рудники, однако по политическим причинам их работа приостановлена. Вот почему мы импортируем уран. Следующий этап – работа реактора. Здесь производят электроэнергию. Отработанное ядерное топливо хранится на складе и в дальнейшем будет утилизировано. В Казахстане долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны планируют довести к 2035 году до 24,4%. Сейчас их доля составляет 6,5%. В частности, чтобы достичь заявленного показателя, для предпринимателей, которые устанавливают и используют ВИЭ, выдаются льготные кредиты. В рамках совместной с государством программ ПРООН по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере зеленых технологий профинансировано больше 60 проектов на общую сумму больше 1,5 млн. долларов США. А за счет реализации этих проектов привлечены инвестиции в размере 5 млн. долларов США. По мнению экспертов, стимулировать переход на ВИЭ теперь будут еще и поправки в закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии, которые были внесены два месяца назад. Ключевые поправки касались дебюрократизации процессов подключения к сетям. Также была увеличена установленная мощность таких проектов с 100 кВт до 200 кВт. Сейчас бизнес может вполне себе установить солнечную станцию, установленную мощность 200 кВт у себя на крыше, потреблять электроэнергию для собственных нужд, а излишки продавать в сеть по установленному тарифу. Жители поселка Майкаль в Кастанайской области в рамках экологической акции «Тазак Казахстан» наводят чистоту в березовой роще. Для местных она исторический объект, потому что все деревья в ней высадили вручную старожилы населенного пункта больше 70 лет назад. Теперь это излюбленное место для пикников с богатыми грибными ягодными полянами. Но далеко не все отдыхающие убирают за собой. Собранные в ходе экоакции отхода уместились в 80 мешков. У нас 4 села в Майкальском округе. В каждом селе доводим до людей, что нужно проводить уборку территории. И стараемся это проводить. Активно участвуют. Сегодня у нас тоже в помощь выступают и сельхозтоваропроизводители. Выделили нам технику. Продолжение следует... Продолжение следует...